здравствуйте дамы и господа баронеты и баронессы приветствую вас сижу я такая значит на третьем этаже под подоконником в общем шила себе масочку потому что наверняка сейчас заставить всех масках ходить кому интересно напишите скину значит где это видео найти третье в чем интересность тут у нас маска с фильтром видите этот фильтр можно менять маску стирать на этот фильтр можно наносить например или ватный фильтр вкладывать наносить например масло например эвкалипта или чайного дерева и соответственно выходите и вдыхаете прекрасный аромат или там мяты и расслабляетесь так она выглядит в общем смысл в этом губы не хочу крану губы накрашены тут отпечатает свой шланг так у него подруги такая маска есть она говорит супер классно все какая классно маска вот нам такая вот ведь я уже помада мне отпечаталась я себе еще шью такую неплотную изнутри будет белая для мужа это я на ли себе оставлю скажу что это слишком плотные а я хотела сегодня у нас юпитер я видите в цитринах ну тут чтобы заземлиться у меня агаты с бусины дзи и блузки от versace я сижу ну так какая такая качественная вещь а знаете этой вещи я вам скажу сколько с этой близки сколько лет я вам как-то ваших хотел показать вот этот блузка от versace стоила она не так уж дорого но смысл тот что у меня трое вещей было от versace я сейчас скажу сколько лет скоро я буду 20 лет выглядит замечательно как новое и видите совсем даже не изменилась в объемах но чуть-чуть хотела я вам почитать наши сказки такая вот древняя книжка она очень древняя это моя любимая детская за книжка даже не знаю какого кода рождения эта книжка сейчас мы узнаем подъем 630 папе и жанне саляйте меня мама на маман даже здесь писала эта книга 3 для дошкольного возраста составители марии константиновна боголюбского когда вот такая была рамочка это значит человек умер или на когда советские фильмы смотрели там в рамочке значит человек умер при создании этого фильма и она его львовна табенкина так это 77 4 год я помню что это я скорее всего помню 74 года она например издание как они пишут здесь да но у меня уже пришла в таком вот жутком страшном виде не думайте что типа мы как говорится такого вида двери нет она уже осталась такая потрепанная от каких-то родственников кто уж подарила не знаю так подписано в печать 75 году тираж 150 стоило рубль 21 интересно посмотреть остановите кадр и посмотрите так и все время кстати любила читать вот именно вот задние вещи ли впереди ну там листочка нет почему-то мы все время не было интересно это технические данные видите даже в детстве ну вот так вот добраться до сути как говорится тираж 150 тысяч экземпляров заказ такой-то рубль 21 ну потому что вы 20 на вам скажем то что на плотной переплете такие книги всегда были дорогие так такие кстати книги не так просто было купить сказки вообще очень было трудно купить книги какую-то макулатуру продавали типа знаете пропагандистская она постоянно лежала и самое интересное что вот такие вот хорошие здания они всегда еще заставляли покупать всякую макулатуру политическую реально вам говорю вот кто хотел советское время вот вы увидите еще такой будет в общем что-то хорошее например да и давали как называли нагрузку вот вы нагрузку давали значит заставляли покупать еще политические книги которые потом выкидывались или пускались ну попу подтирать ну там всякие съезды всякого день всякая пропаганда и какие-то военно-политические какие-то по заказу партии выпускались книги ну там заказы делали писателям чтобы они писали военно-патриотическую литературу было и соответственно она лежала никому не нужна была и вот такие вот книги было практически невозможно купить потому что эту книгу мы не покупали на мою подарили родственники мы не привезли я насколько помню что-то мне привезли это была любимая книжка моего детства я кстати читала вам рассказ самый мой любимый я вам сейчас скажу что этот был это был рассказ про желтый аист он был такой необычный тоже было это же сборник народов мира видите наши сказки издательство детская литература красная шапочка и и и желтая есть я вам читала могу только найти тут кстати видите он так вот еще по трёпам такие вот картинки были цветные цветные цветная печать была дорогая почему месяца нет плать сербская сказка представляете я кстати перечитать очень интересные тут и французские песенки видите и стихи ну хорош такая подборка довольно таки интересная кстати кто художник кстати художник был он должен быть здесь а здесь эта страница нет выбрана какие-то там дети выдрали воробьи лиса болгарская сказка солнышко гостях я я хотелось как я вам хотела прочитать одну сказку поспешишь людей насмешишь кстати польская сказка там кстати это про черепаху откуда не про черепахи знали я не знаю брюкский музыкант бременский музыкант наверно немецкая сказка дать немецкая сказка написано бременскими музыкантами есть тоже этот в премии на этом не было колландские песенки трёх мать 4 колец малыш леопард малыш антилопа гвоздь из родного дома кстати очень хорошая сказка но это типа знаете там кота в сапогах там тоже типа гвоздь кому-то что-то вот значит сам младшим гвоздь и благодаря гвоздь много чего заработал в отличие других не то что был смекалист водит чел и хоровод три поросенка хотел вам прочитать сказку и поросенка надо вы найдете три поросенка кстати может мультик но сказка лучше почему она хороша отдать на как раз вот именно по теме бизнеса и жития в кризис и почему некоторые богатеют а некоторые значит дуреют и помер уйдут давайте я прочитаю три поросенка кстати английская сказка жили-были на свете три поросенка три брата все одинакового роста кругленькие розовые с одинаковыми веселыми хвостиками даже имена у них были похожи звали поросят ниф-ниф нуф-нуф и наф-наф все лето они кувыркали зеленой траве и грелись на солнышке нежились в лужах но вот наступила осень солнце уже не так сильно припекала серые облака натянулись над пожелтевшим лесом пора нам подумать о зиме сказал как-то наф-наф своим братьям проснувшись рано утром я весь дрожу от холода мы можем простудиться давайте построим дом будем зимовать все под одной крышей но его брать не хотели браться за работу гораздо приятнее последние теплые дни гулять и прыгать по лугу чем рыть землю таскать камни успеется до зимы еще далеко мы еще погуляем сказал них них и перековырнулся через голову так вот когда нужно будет я сам построить я дом сказал нуф-нуф лег в лужу но такая бизнес-сказка вам я тоже добавил них них как хотите тогда я буду строить себе дом сказал наф-наф и не буду вас дожидаться с каждым днем становилось все холоднее и холоднее но ниф-ниф и нуф-нуф не торопились им не думать не хотелось о работе они безделенчили с утра до вечера они только и делали что играли свои поросячьи игры прыгали кувыркались сегодня мы еще погуляем и говорили они а завтра с утра возьмемся за дело но на следующий день они говорили то же самое и только тогда когда большая лужа дороги стала по утрам покрываться тоненькой корочка льда ленивые братья взялись наконец-то за работу ниф-ниф решил что проще всего смастерить дом из соломы ни с кем не посоветовавшись он так и сделал уже к вечеру его хижина была готова ниф-ниф положил на крышу последнюю соломинку и очень довольна своим домиком весело запел хоть полсвета обойдешь 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 лучше дома не найдешь ненадежь ненадежь ну и соломы понимаете кто строит дома из соломы какой континент и как он живет напевая эту песенку он направился к ниф-нуф-нуфу нуф-нуф невдалеке тоже построил себе домик он старался скорее покончить с этим скучным не интересным делом сначала так же как и брат он хотел построить себе дом из соломы но потом решил что в таком доме зимой будет очень холодно дом будет прочнее теплее если вы построите из веток и тонких прутьев так он и сделал он впил в землю коля переплел их прутьями на крышу навалил сухих листьев и к вечеру дом был готов ну тоже знаете на что похож этот домик нуф-нуф с гордостью с гордостью обошел его несколько раз кругом и запел у меня хороший дом новый дом прочный дом не не страшен дождь и гром дождь и гром дождь и гром не успел закончить песенку как из луга выбежал ниф-ниф ну вот твой дом готов сказал ниф-ниф брату я говорил что мы быстро справимся с этим делом теперь мы свободны можем делать все что нам вздумается пойдем к наф-нафу и посмотрим какую он себе выстроил дом сказал нуф-нуф что-то мы его давно не видели пойдем посмотрим согласился неф-ниф веточек построил домик такой вот крутой кстати порося вот смотрите какие-то у них тут картузики картузик у него и оба брата очень довольны тем что им ни о чем больше не нужно заботиться скрылись за кустами наф-наф вот уже несколько дней был занят постройка он оттаскал камней намесил глины и теперь не спеша востроил себе надежный прочный дом в котором можно было бы укрыться от ветра дождя и мороза он сделал в доме тяжелую дубовую дверь и чтобы волка соседнего леса не мог ему забраться них них и нуф-нуф застали брата за работой что-то строишь в один голос закричали удивленный них них и нуф-нуф что это дом для поросенка или крепость у нас бизнесмен дом поросенка должен быть крепостью спокойно ответил им наф-наф и продолжая работать не собираешься ли ты с кем-то не будь воевать весело прохрюкал ниф-ниф и подмигнул нуф-нуфу его брата так развеселились что их виска хрюканье разнеслись далеко по лужайке а наф-наф как ни в чем не бывало продолжал класть каменную стену своего дома мурлычу себе под нос печеньку я конечно всех умней всех умней всех умней то построю из камней из камней из камней никакой носите зверь хитрый зверь страшный зверь не борьбаться в эту дверь и в эту дверь и в эту дверь по моему мне даже была пластинка или мне мама так напевала или папа напевал но не знали кто-то мне эту песню читал эту сказку в те далекие времена но 76 где-то год я уж отлично помню 77 75 года себя помню что про какого-то зверя спросил ниф-нифу нуф-нуфа это ты про какого-то зверя спросил нуф-нуф у наф-нафа это я про волка ответил наф-наф и уложил еще один камень посмотрите как он боится волка сказал ниф-ниф он боится что его съедят добавил нуф-нуф и братья еще больше развеселились какие здесь могут быть волки сказал ниф-ниф никаких волков нет он просто трус добавил нуф-нуф и оба они начали приплясывать и петь нам не страшен серый пол серый балл серый балл это ходил глупый волк старый балл страшный балл как видите в это время строить крутятки домик засолами такими огромные кирпичи намесил они хотели поздравить наф-нафа но тот даже не обернулся а подразнить пойдем нуф-нуф сказал тогда ниф-ниф на тут нечего делать и два храбрых братца пошли гулять по дороге они пели и писали когда вошли в лес то так расшумели что разбудили волка который спал под сосной что за шум недовольно проворчал злой голодный волк и поскакал к тому месту откуда доносился виск и хрюканье двух маленьких глупых поросят но какие тут могут быть волки говорил в то время ниф-ниф который волк видел только на картинках вот мы его схватим за нос будем знать добавил нуф-нуф который тоже никогда не видел живого волка и братья опять развеселились и запели нам не страшно серый балок серый балок серый балк где-то ходишь глупо балок старый волк страшный волк вдруг они увидели настоящего живого волка он стоял под большим деревом у него был такой страшный вид такие злые глаза и такая зубастая пасть что ниф-ниф наф-наф по спинам по спинам пробежал холодок и тонкие хвостики мелко-мелко задрожали бедные поросят они могли даже пошевельнуться от страха волк приготовился к прыжку щелкнул зубами моргнул правым глазом но поросята вдруг опомнились и визжа на весь лес бросились на утек но слышали как визжат свиньи это вообще треш и угар и садовье никогда еще не приходилось им так быстро бегать сверкая пятками поднимая тучи пыли они неслись каждый к своему дому это вот и кстати или я его так выражая эмоции вы закалякал или мой брат этого я уже не помню кто знает может и я его калякала так и я боролась с волком и со своими страхами ниф-ниф первое добежал до своей соломенной хижины едва успел захлопнуть дверь перед самым носом волка сейчас же отопри но ниф-ниф от страха ничего уже не мог ответить тогда на волк начал дуть прям как мадонна в прошлом году на евровидении так она помните этот мерзкий клип таком мерзотный был с крыши ну вот вы поняли к чему она его пела эту песенку с крыши дома слетали соломинки стены дома стену дома тряслись волк еще глубоко вдохнул во второй раз когда волк думал третий раз дом разлетелся во все стороны как будто на него налетел ураган волк щелкнул зубами перед самым пятачком маленького бросок но ниф-ниф ловко обернулся бросился бежать через минуту он был уже двери нуф-нуфа едва успели братья запереться как услышал голос волка но теперь я съем вас обоих ниф-ниф и нуф-нуф испуганно поглядели друг на друга но волк очень устал потому решил пойти на хитрость я передумал сказал он так громко чтобы его слышали в домике я не буду есть этих худосочных поросят я лучше пойду домой ты слышал спросил ниф-ниф и нуф-нуф он сказал что не будет нас есть мы худосочные это очень хорошо сказал нуф-нуф и сразу перестал дрожать братьям стало весело и не запели как ни в чем не бывало нам не страшен серый волк серый волк серый волк где ты ходишь глупый волк старый страшный волк а волк не думал уходить он просто отошел в сторону и притаялся ему было очень слышно хорошо он с трудом сдерживал себя чтобы не расхохотаться как ловко он обманул двух глупых маленьких поросят он ржет волчара позорный не волки санитары леса молодцы волки не знаю я люблю волк надо волк кстати кольцо с волками одеть не одела но еще будут сказки один когда поросята совсем успокоились волк взял овечью шкуру и осторожно открался к дому у двери он открылся шкура тихо постучал ниф-ниф и нуф-нуф очень испугались кто-то спросили они и у них снова затряслись хвостики это я я я я я я я пи ты маленькая овечка тонким чужим голоса пропищал волк пустите меня переночевать я отбился от стада очень устала пустить спросил брат добрый ниф-ниф овечку можно пустить согласился нуф-нуф овечка не волк но когда поросята приоткрыли дверь они увидели не овечку а все того же зубастого волка братья захлопнули дверь изо всех сил налегли на нее страшный дверь не смог не ворваться волк очень рассердился волк овечей шкур такая классная вообще сказка тут много вообще фундаментов и слоев мудрости народной волк очень рассердился ему не удалось перехитрить по поросят он спросил волк одна только дверь за заднюю за заднюю ножку но тот вовремя дернулся ее и прибавил ходу представляете какой крутой дом какая картинка волк какой-то худосочный но это знаете такой западный английский волк наши волки волк тоже поднажал он был уверен что на этот раз поросят от него не убегут но ему опять не повезло поросята быстро принчаясь мимо большой яблони и даже не задев ее волк не успел свернуть налетел на яблоню которая сыпала его яблоками одно твердое яблоко ударило его меж глаз большая шишка вскочила у волка на лбу а них-ниф-нуф-нуф ни живы ни мертвы подбежали в то время к дому наф-нафа брат впустил их в дом бедные поросята были так напуганы что ничего не могли сказать они молча бросились под кровать и там притаились наф-наф сразу догадался что за ними гнался волк но ему нечего было бояться в своем каменном доме он быстро закрыл дверь на засов сел на буретку и громко запел никакой на свете зверь хитрый зверь страшный зверь не откроет эту дверь эту дверь эту дверь но тут как раз постучали в дверь кто стучит спокойным голосом спросил наф-наф открывай без разговоров раздался грубый голос волка как бы не так и не подумал твердым голосом ответил наф-наф ах так ну держитесь теперь я семь всех троих попробуй ответил из двери наф-наф даже не привстав со своей табуретки он знал что ему брать ничего боится в прочном каменном доме тогда волк втянул в себя побольше воздуха и думал как только мог но сколько бы ни ду ни один даже самый маленький камень не сдвинулся с места волк волк посинел от натуги дом стоял как крепость тогда волк стал трясти дверь но дверь тоже не поддавалась волк стал от злости царапать когтями стены дома и грызть камни из которых они были сложены но он только обломал себе когти испортил зубы голодному и злому волку ничего не оставалось делать как убраться восвоясь но тут он поднял голову и вдруг заметил большую широкую трубу на крыше ага вот через эту трубу я проберусь в дом он осторожно влез на крышу прислушивался в доме было тихо я все-таки закушу сегодня свежей поросятинкой подумал волк и облизнувшись полез в трубу но как только он стал спускаться по трубе поросята услышали шорох а когда на крышку котла стала сыпаться сажа умный наф-наф сразу догадался в чем дело он быстро бросился к котлу которым на огне кипела вода и сорвалась с него крышку милости просим сказал наф-наф подмигнул своим братьям ниф-ниф нуф-нуф уже совсем успокоились и счастливо улыбались смотрели своего умного храблого брата поросята не пришлось долго ждать черный как трубочист волк полтыхнулся прямо в кипяток никогда ему еще не было так больно глаза у него вылезли на лоб вся шесть поднялась дыбом с риким с диким ревом ошпаренный волк через трубу вылетел обратно на крышу скатился по ней на землю он перекувырнулся четыре раза через голову проехал со своего хвостя мимо запертой двери и бросился в лес а три брата три маленьких поросенка глядели ему вслед и радовались что они так ловко проучили злого разбойника и потом они запели свою веселую песенку а кто тут проучил то кто проучил то один только поросенок вот зачем написали что три брата значит проучили ничего они не проучили потом они запели свою веселую песенку хоть полсвета видите понимаете вот слава всегда достается людям которые даже к этому к этому не причастны это не зря же вы казались что три что они ловко проучили это вот как бы это это не зря так написали потому что показали что дескать славу то другие перетягивают тоже на себя понимаете а потом они запели свою веселую песенку хоть полсвета обойдешь обойдешь лучше дома не найдешь не найдешь никакой на свете звери не откроет эту дверь эту дверь эту дверь волк из леса никогда 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 не вернется к нам сюда к нам сюда к нам сюда с тех пор братья стали дружно жить вместе под одной крышей вот и все что мы знаем про трех маленьких поросят миф-нифа миф-нуфа и наф-нафа ну что можно сказать я уже вот такие вот вещи вы наверное даже не заметили да это я тут тоже смотрела значит место встречи изменить нельзя полезно кстати пересматривать фильмы да и вот что я заметила когда значит там промокашка по-моему рисовал черную кошку я никогда не замечала но сейчас то экран большой все можно разглядеть и там видно что была кошка нарисована они видимо несколько раз дубли делали и все время стену перекрашивали и там эта кошка она уже нарисована понимаете она уже нарисована и он по этой лекалу чертил кошку черную углем но она там уже нарисована вот заметьте потом еще один интересный такой момент ужасно при ужасный грим у джаха раханяна у него прям вот видно что вот этот вот одет этот парик и очень плохо значит сглажено все ну зачем они его такими сделали непонятно но они видимо по книге пытались и герои вот этого горбатого ну это грим был просто кошмарный ужасный я хотела сказать вот этим поделиться прекрасный фильм интересные мне как говорится бездны этого фильма открылись потому что я как-то сейчас же можно и остановить и посмотреть и там очень-очень много интересных фактов открывается в этом фильме вот я кстати что я плохо помню что-то Ни ходили гулять например там у них там любовная линия была я это плохо помни что они ходили там по мосткам прыгали гуляли это мастки были разобраны они там прыгали гуляли это плохо помню кстати вот и там интересный такой факт был хочу вам объяснить такую интересную вещь Как я тут заметила тоже, да, вот эта слава всегда почему-то достается людям, которые вообще к ней никакой, как говорится, ни рукой, ни ногой, да. Это значит, брателла там строил, 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 строил. А почему-то, значит, тут в этой сказке написали, что прям, значит, они, значит, тут проучили. Кто проучил-то? Проучил-то самый вот этот трудолюбивый, значит, поросенок. А слава, значит, этим долбоебом досталась. Так что имейте, сказка очень классная. Скорее всего, значит, вот эту такую фразу они поместили именно для людей умной, думающих. Понимаете? Вот. И что же там? Хотела еще вам сказать про это место встречи с ними нельзя. Кстати, там было это, шесть правил Глеба Жеглова. Надо, кстати, их найти, переписать. Будет вам в жизни тоже счастье. А если вы будете пользоваться ими. Вот. Ну, грим там какой-то кошмарный в этом фильме, конечно. Но периодически этот, как его? Жеглов. У него грим немножко зеленит лицо. Иногда было заметно. Лицо зеленит. Ну, тут остатки гримёра, освещение. Лицо зеленило. Оказывается, тут... Я тут прочитала, что здесь только девушки. Надо...